Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами общественного саянского телевидения. В студии для вас работают ведущая Элина Ульянова и оператор Юрий Кузьменко. Сегодня в выпуске. В рамках программы «Народные инициативы» на городских объектах продолжаются ремонты. Бойцы экологического отряда украшают и благоустраивают Саянск. Сегодня Пушкинский день. В турнире «Кожаный мяч» соревнуются 17 команд из городов Приангария. В рамках программы «Народные инициативы» производятся ремонты на социально значимых объектах города. Так, предприятием «Каскад» отремонтирован фасад и козырек в Центральной библиотеке. Капитальный ремонт проводится и в актовом зале школы номер 6. События долгожданные и, безусловно, важные. По программе «Народные инициативы» специалистами предприятия «Каскад» проводится ремонт актов в актовом зале школы номер 6. Уже достаточно большой объем работ проведен. Самое главное, что здесь полностью заменили освещение, то есть современное. Большая работа проведена по сцене. Можно увидеть, что здесь смонтированы ступени, которые позволят нам и хор разместить, и фотографии какие-то делать, вот такие уже современные, да, значимые. Заменены двери все на пластиковые и, соответственно, вид актового зала уже меняется. Поэтому мы надеемся, что новый учебный год мы встретим с новым актовым залом. Также по программе «Народные инициативы» обновлен фасад Центральной городской библиотеки. Сейчас ведутся работы по замене козырька. Вот в результате осадков и летания снега влага попадала внутрь помещения, что создавало неблагоприятные условия для хранения книжного фонда. Поэтому для нас этот ремонт стал очень важен. Во-первых, мы достигли определенных эстетических целей, учитывая тот факт, что у нас строится школа искусств и планируется ее запуск уже в этом году. То есть вот это все равно какой-то единый ансамбль должен был сохраняться. И, значит, вот функциональное назначение самого вот этого козырька, сохранение внутренних помещений вот в порядке, имело тоже очень большое значение. Стоимость работ по реставрации фасада учреждения культуры составляет более 700 тысяч рублей. Работа также проводится предприятием «Каскад». На заседании Думы городского округа была внесена очередная корректировка бюджет Саянска. Корректировка связана с прогнозируемым увлечением собственных налоговых и неналоговых доходов, а также изменением областного закона о бюджете Иркутской области. На заседании Думы городского округа прошла очередная корректировка местного бюджета. Начальник управления по финансам и налогам Ирина Бухарова представила также депутатам отчет об исполнении местного бюджета в 2018 году. В первоначальном варианте бюджет муниципалитета был принят с параметрами 1,66 млрд рублей и был уточнен в объеме 1,572 млрд, то есть увеличен на 47% относительно первоначального. Наибольший удельный вес доходов 75% составляют безвозмездные поступления в виде межбюджетных трансфертов, налоговые и неналоговые доходы 25%, в составе которых 45% это налог на доходы физических лиц. Очередная корректировка местного бюджета 2019 года была связана с прогнозируемым увеличением собственных налоговых и неналоговых доходов, а также изменениями областного закона о бюджете Иркутской области. Таким образом, доходы бюджета выросли на 32,2% и составили сумму 1,459 млрд. Расходы, соответственно, увеличились на 356,677,000 или 3,8%. По экономическому содержанию наибольший вес в структуре расходов занимает выплата заработной платы. В 2018 году это составило 52,2%. Если говорить о уйти в историю, то ранее этот показатель у нас достигал 78%, это было по итогам 2015-2016 года мы снизили до 72%, ну и, соответственно, по итогам 2018 года мы уже ушли на такой показатель, как 52,2%. Доля бюджета Саянска, которая направляется на зарплату, снижается. Она одна из самых низких по области. Это говорит о том, что с каждым годом все больше денег направляется на благоустройство города. Кстати говоря, целевой ориентир Министерства финансов не более 51%. Так что Саянск почти что уложился в норматив. Корректировка, которую вы сегодня приняли, не окончательная, подчеркнул обращаясь с депутатом мэр Олег Боровский. Уверен, что до конца года наш бюджет вырастет до 1,7 млрд рублей. Так, на ремонт дороги запланировано 30 млн, но это только начало. Общая стоимость порядка 200 млн, значит город получит еще 170 млн. То же самое по строящейся школе искусств и другим объектам. Прокладывается водовод по улице Советской. Стоимость работ порядка 20 млн рублей. На инженерные сети в микро-районе Лесном планируется направить 40 млн. Благодаря финансированию в рамках областной программы будут менять окна во 2-й и 3-й школах Саянска. Экологический отряд радует своей работой горожан, ведь ребята заняты общественно полезным и нужным делом. Они убирают лесопарковые зоны от мусора, занимаются посадками саженцев и цветов. В общем, носят весомый вклад в благоустройство Саянска. Стекло, бутылки, бумага, разная ветошь. Казалось бы, совсем недавно прошел городской субботник, а мусор в лесопарковых зонах вновь буквально под каждым кустом. Видимо, наводить порядок в этом лесочке придется не раз, отдыхают школьники, которые приступили к трудовым будням в составе экологического отряда «Молодежь за чистый город». Здесь много мусора, как бутылок, так и пачек сигарет. Люди ходят мимо, открывают, выкидывают, пока идут мимо леса, не доходят до мусорки. Ну и бумаги разные много. Мы убрали много мусора, мы за чистый город. Важно, чтобы город смотрелся чистым и опрятным, потому что когда город грязный, даже и жить в таком-то городе не особо приятно. За свою работу ребята получают неплохую зарплату по муниципальной программе с доплатой от городского центра занятости. В первый сезон 30 школьников возрасте от 14 лет приводят город в порядок. Убирают улицы Перелески, занимаются озеленением, уходом за городскими клумбами. Всего в летний период в ЭК отряде и трудовом отряде будут заняты порядка 120 ребят. Дети работают у нас по трудовому договору, как подсобные рабочие оформляются. То есть все то действует на них, скажем так, на обычных работников. Идут с удовольствием и работают. Конечно, есть возможность заработать какие-то денежные средства для себя, для каких-то личных нужд. Ну и принести пользу для города. Это тоже заметно, что не просто пришли за финансовым благополучием, а именно принести какую-то пользу. Скопать, взрыхлить, посадить на территорию НКУ Саенсируек отрядовцы заняты на облагораживание аптекарского огорода. Этот проект реализуется волонтерами не первый год. Вот мы сейчас копаем, освобождаем землю от сорняков, чтобы сюда потом пикировать саженцы для живых изгородей. Кроме того, что мы тут клумбы развиваем, выращиваем, рассаду в нашей теплице цветочную, сажаем, засаживаем эти клумбы, мы еще пытаемся размножить редкие растения, деревья, которых в городе нет. Экологические отряды как раз-таки направлены на то, чтобы город поддержать в чистоте. Ну и с детьми приятно работать. Видно, что им это нравится, они заинтересованы в этом. В ЭК-отряде трудятся ребята со всех школ города. Это неплохая возможность заработать на желаемые вещи или помочь семье, отмечают они. К тому же трудовые будни насыщены дружеским общением, потому лето точно будет проведено с пользой. Сотрудники отдела полиции подвели итоги работы в мае и за пять месяцев текущего года. Свой отчет они представили на совещании в городской администрации. За пять месяцев 2019 года дежурной частью отдела полиции было зарегистрировано 2420 заявлений. Возбуждено 211 уголовных дел. По данным полицейских, возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. Также возросло количество нарушений в общественных местах. За отчетный период в мае 2019 года по фактам умышленных убийств уголовных дел не возбуждалось. В прошлом году было три. По умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью 111 зарегистрировано 4 преступления. Все 4 преступления раскрыты, подозреваемые установлены. Выявлено 12 фактов незаконного оборота наркотиков. В прошлый год 8. Также зарегистрировано 118 краж чужого имущества, в том числе 21 квартирная кража, из которых 7 раскрыто. Зарегистрировано 12 фактов мошенничества и 11 грабежей. Помимо этого, в мае было выявлено 12 фактов незаконного оборота наркотических средств. Шесть водителей привлечены к уголовной ответственности за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе проводимых рейдов и профилактических мероприятий в 2019 году было раскрыто 80 ранее совершенных преступлений. Установлено и задержано 5 преступников, находящихся в розыске. 742 административных правонарушений было выявлено. При этом за май 2019 года 133 ОГИБДД 418. Задержано водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения за 5 месяцев 32. В сфере пресечения нарушений антиалкогольного законодательства выявлено 56 правонарушений, изъятых из оборотов 103 и 57 литров алкогольной продукции на общую сумму 26 010 рублей. В летний период патрульные полицейские усилили работы по предупреждению преступлений, совершаемых в общественных местах. Сотрудники ППС проводят проверки объектов массового отдыха горожан, а также летних оздоровительных лагерей на предмет обеспечения общественного порядка, антитеррористической и пожарной защищенности. Владимир Васильевич Сучков, ветеран Саянского пласта, почетный гражданин Саянска, многолетний руководитель заводской профсоюзной организации. Владимиру Васильевичу 10 июня исполнится 85 лет. Почетного гражданина Саянска Владимира Васильевича Сучкова в Саянске знают, уважают, любят. Ветеран Саянского пласта, член горкома, многолетний руководитель профсоюзной заводской организации. Он и сегодня активно участвует в жизни города. Уроженец небольшой деревенки Долбино Владимир и трое его братьев остались сиротами во время войны. Выживали как могли. Малолетние мальчишки были мастера на все руки. Через несколько лет, закончив техникум в Коврове, по специальности техника-механика шагающего экскаватора, Владимир уезжает в Сибирь. По распределению он направлен в организацию «Ангара ГЭС-строй» и становится участником грандиозного события строительства «Иркутская ГЭС», руководит бригадой экскаваторщиков. Работают под ледяным хиосом при температуре минус 50 градусов. И начинает подниматься вода за Иркутском, перехватывает. А нам надо успеть было, экскаватор, он нагребает себе курган, и вот на таких лыжах на этот курган надо залезть. И вот один раз у нас сломался главный двигатель наш А4-40. И в условиях полевых надо, а двигатель, ну это вот такой примерно огромный, надо было восстановить обмотку. И вот таких моментов было, очень жестких, немало. Ответственного и талантливого работника Владимира Сучкова рекомендуют на работу по комсомольской, затем партийной линии. Он успешно осваивает организаторское дело, работу с людьми. А отвечать приходилось буквально за все. За транспорт, за дороги, за производительность и обеспечение, за урожай. Из 54 лет трудовой деятельности Владимира Васильевича более 30 лет связаны с АЭНС-химпластом. Более 20 лет отдал Владимир Сучков профсоюзной работе на заводе. На его долю пришли и самые трудные времена. 90-е годы, перестройка, разруха. Зарплату на заводе не оплатили. Мы собрали 5000 с лишним заявлений от работников в суд, чтобы получить заработную плату. И добились, что пришел Пристов. Харитонов был директором. Он был удивлен, когда к нему пришли. Но он молодец, он согласился, потому что другого пути не было. И мы добились, чтобы арестовали около 8 тысяч тонн смолы, создали комиссию профсоюзную, а чтобы комиссия определяла отгрузку смолы, вот в первую очередь, на погашение заработной платы. Зиминский химический завод прошел путь настоящей трудовой славы. Ударно работал советские пятилетки. Выставил в трудные 90-е. И сегодня продолжает поставлять своим потребителям продукцию высокого качества. Как личные победы вспоминает Владимир Васильевич и пуск производства винилхлорида, и пуск мембранного электролиза, другие значимые веки становления предприятия. Сегодня на заслуженном отдыхе он активно занимается изучением истории своего рода, возглавляет городской клуб «Майера дословная». 10 июня Владимир Васильевич отметит 85-летний юбилей. Он всегда жил по простому правилу, чтобы не стыдно было за свои поступки перед людьми, чтобы было, чтобы вспомнить, чем гордиться. Это стремление жить по совести у него от родителей, связь с ними живую, осязаемую, он чувствует всю жизнь. 7 июня отмечается День социального работника. Это праздник тех, кто в силу своей профессии берет на себя проблемы многих людей и по мере своей возможности пытается разрешить их трудности. Кто более всего нуждается в социальной защите? Инвалиды, одинокие пенсионеры и дети, оставшиеся без родителей. И в этом году Саянский детский дом-интернат отмечает свой 30-летний юбилей. Сегодня здесь проживает 145 мальчишек и девчонок, и трудится более 300 сотрудников, 52 из которых педагоги. В нашем учреждении работает более 300 человек. Это разная категория людей. Это и младший медицинский персонал, педагоги, врачи, водители, сантехники. И сегодня в преддверии праздного Дня социального работника я хочу поздравить весь свой большой коллектив с этим замечательным праздником. Главная задача всех социальных работников сделать так, чтобы воспитанники интерната чувствовали себя здесь хорошо и комфортно. И в этом плане малышам повезло, ведь здесь трудятся те, кому не безразлична чужая боль, кто не ждет благодарности за свой труд и для кого служение и помощь людям не просто работа, а образ жизни. Хочу поблагодарить их за их самоотверженный труд, за их ненормированный рабочий день. Поблагодарить за то милосердие, за то сострадание, любовь, заботу и внимание, которые они проявляют к нашим ребятам. Хочу искренне пожелать крепкого здоровья, достатка, домашнего очага. За 30 лет работы в Доме-интернате сложился крепкий дружный коллектив. Ответственность, надежность, взаимовыручка, доброта и милосердие, по словам директора учреждения Ларисы Бухаровой, являются главными качествами сотрудников учреждения. Я люблю тебя, Россия, моя отчизна, родина моя. У саянцев появилась возможность признаться в любви к своей стране. Всероссийская акция проводится в честь Дня России, отмечается которой 12 июня. Щедрая, могучая, богатая, нет красивее и просторнее России матушка с ее раздольными полями и величественными лесами, шумными водами, талантливыми, самобытными людьми. В преддверении Дня России, которое отмечается в стране 12 июня, коммуникативная платформа «Стена признания РФ» проводит акцию «С любовью Россия». До 10 июня на интернет-ресурсе организатора каждый россиянин может признаться в любви к родине. Россия – это очень могучее государство. Я горжусь им, я горжусь тем, что я родился в России. Мне нравится, как построен наш город и, в принципе, города России. Я хочу так же, чтобы они благоустраивались. Я здесь родился. Это, как вам сказать, как мать родная. Можно это. И никуда даже, даже за границу никуда не хочу, никуда выезжать. Потому что это, как говорится, родина, очизна. Я горжусь ей. Итоги будут подводиться ежедневно. Ежедневно будут анонсироваться и 10 наиболее ярких и актуальных слоганов дня. 12 июня, в День России, эти поздравления будут транслироваться на экранах Останкинской телебашни. Чтобы включиться во всероссийское вещание «С любовью, Россия», нужно зайти на сайт «Стена признания РФ» и перейти по ссылке «Написать признание». 6 июня в России отмечается Пушкинский день, который также именуется Днем русского языка. В этот день проходит множество культурных мероприятий, посвященных творчеству великого поэта. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Произведение Александра Пушкина, любимый с детства, его лирику многие знают наизусть. 6 июня, в день рождения великого классика, в России проходит День поэзии, который имеет статус всероссийского. Для ребят из ладерей дневного пребывания на площадке Центральной библиотеки состоялся замечательный праздник. Ребята читали любимые произведения поэта, писали Пушкину письма, участвовали в викторинах, рисовали и отгадывали ребусы. Это день рождения Пушкина, и тут проходит викторина с книжками. Я там уже выиграла. И делаю теперь вот такую закладку Пушкина. Он писал познавательные сказки, стихи писал. Я рассказывала вон там стих «Крылого коморья». Мои любимые произведения – это «Золотой петужок», сказка о рыбке и рыбке, мёртвая царевна. Ну и всё. Он великий писатель, он прожил 37 лет. Сейчас ему исполняется 220 лет. Пушкинский день в нашей стране проходит ежегодно, ведь литературно-творчество великого русского поэта, которого называют основоположником современного русского литературного языка, сопровождают нас в протяжении всей жизни. Произведения Александра Сергеевича объединяют людей всех возрастов, вероисповедания, национальности, переводятся на десятки языков мира. Очень важно в игровой форме, особенно маленьким детям, напоминать, что у нас есть такой великий русский поэт Пушкин, напоминать его произведения. Ну, в общем, думаю, стоит воспитывать наших будущих читателей. Пушкин – не просто литература, не просто культ. Это средоточие русского духа, пример истины русской сущности. Начиная от Пушкина, русские люди не могут иначе мыслить себя, как только великой мировой нацией. Потому и сказал про Пушкина Тютчев – тебя, как первую любовь, России сердце не забудет. В Музее истории города открылась уникальная контактная выставка очаровательных, забавных, удивительных рептилий и пушистиков, которых можно погладить, покормить и сфотографироваться с ними. Восторг и только положительные эмоции. Эту контактную выставку рептилий, птиц и пушистиков нельзя пропустить. Здесь представлено более 40 видов рептилий, земноводных со всего света, из Азии, Южной и Северной Америки, Африки, Австралии. Тоже питон есть, я его тоже дадим ему. Он не касается. Он не касается, стой. Вот так. Я его дам. Вот так подложи ручку просто. Великолепный попугай и большой Ара, говорящий как Аду, ведут себя по-хозяйски, но чтобы заслужить их доверие, нужно постараться. Любимцы публики – симпатичный енот Алиса, пушистые кролики, смешной ежик, пауки и скорпионы. Мне больше всего понравилось – это попугаи. Они такие милые. С ними можно играть. Я хотела бы себе такого. Я уже подержал. Извини, всех нас есть. Ну-ка, расскажи эмоции, впечатления. Чуть-чуть страшно, но еще и весело его держать. Ребята, приходите все на выставку. Тут очень интересно и весело. Очень хорошая выставка. Мне больше всего понравились попугаи, потому что я люблю попугаев. Никто не уйдет отсюда в плохом настроении. Животные ухожены. В Алирах царит порядок, потому порадоваться приятному общению смогут даже аллергики. У нас представлено на выставке очень много разновидностей. Одна из ящериц у меня на руках – это самая крупная ящерица в природе. Это варан, полосатый варан сальватор. Юго-Восточной Азии водится. Очень опасные, конечно, они в природе, но он у нас ручной. Его можно желающим поддержать, сфотографироваться. Впереди у детвора каникулы посещение захватывающей выставки станет великолепным подарком для детей всех возрастов и, конечно, взрослых. Удивительные, добрые, красивые представители животного мира ждут вас на выставке рептилий, птиц и пушистиков, расположен на которой в Музее истории города по адресу микрорайонстроителей 24. Выставка работает с 24 мая по 16 июня с 11 до 19 часов, без обеда и выходных, при групповых посещениях скидки. Приходите и запасайтесь положительными эмоциями. Отличное настроение гарантировано. В Саянске проходит областной турнир по футболу «Кожаный мяч». В соревнованиях принимают участие 17 команд из городов Приангария. Футбол занимает важное место в сердцах и умах болельщиков не только нашего небольшого Саянска, но и всего мира. Зародившись когда-то в Англии, он уже более полутора веков победно шагает по планете, привлекая все больше новых сторонников. И его по праву можно считать одним из самых популярных видов спорта в России. В эти дни в городе проводится областной турнир по футболу. В этот раз около 20 команд приняли участие в соревнованиях. С начала июня у нас в городе прошло уже два областных финала на призы клуба «Кожаный мяч» по футболу. Это две возрастные группы, младшая и средняя. Уровень команд с каждым годом растет, растет массовость. Все больше команд в наш город приезжает. Очень им здесь нравится, и поэтому областная федерация футбола отдает сюда, в наш город, эти финалы. То есть и хорошая инфраструктура, и проживание, питание все устраивает команды. С завтрашнего дня начинаются финальные игры у старшей возрастной группы 2004-2005 года рождения. Поэтому приглашаем всех на стадион, болеть за ребятишек, смотреть футбол. Турнир очень важен для всех участников, так как он в первую очередь нацелен на раскрытие талантов мальчишек. Соревнования дают возможность участникам показать свои спортивные навыки и красивую и слаженную работу. Для некоторых команд участие в турнире становится настоящим вызовом. Другие задают тон всем остальным участникам. Но в любом случае каждому есть к чему стремиться. Наша команда, в принципе, неплохо выступила в группе. Выиграла две игры у команды Шахтера-Черемхова и команды Шелихов. И проиграла победителям команде «Юный динамовец». И попала в 1-16 на команду Михайловки. В принципе, такая же равная команда, очень неплохая. И, по сути дела, играли очень даже неплохо. Но футбол таков, что кто ошибется первым, тот и проиграет. И кто не ошибется, тот и выиграет. Так и получилось. В итоге команда Саянская проиграла 1-0. Но, в принципе, мы результатами довольны. Так как все-таки Михайловка заняла третье место, «Юный динамовец» первое. Турнир позволяет участникам раскрыть свой потенциал. Ведь они находятся в нестандартных для себя условиях. А для тренеров это хорошая возможность увидеть своих воспитанников совершенно с другой стороны. Ведь к нему все сборные готовились целый год. И была проделана большая работа. Зал по адаптивному спорту пополнился новым спортивным оборудованием. Паралимпийская скамья для сжима лёжа позволит саянским спортсменам совершенствоваться и добиваться новых высоких результатов. С сочинением поможет справиться только мужество. Даже при серьезных физических нарушениях не сдаваться и идти вперед могут только сильные духом люди. Городской центр по адаптивному спорту пополнился новым современным оборудованием. Месяц назад поступила паралимпийская скамья для сжима лёжа. Имеется три лавочки. Это вот для инвалидов-колясочников, чтобы они могли делать жим лёжа. Также вот в наклонном виде и ещё простая. Эта скамья стоит 70 тысяч рублей. Плюс доставка ещё из города, из далёкого. Вообще, то есть, около 100 тысяч на наше отделение выделили городские власти. Новое оборудование стало настоящим подарком для паралимпийцев. Инвалидам-колясочникам необходима широкая лавка. Они не могут сжать на узкой, потому что сваливаются. У нас была самодельная, но вот сейчас, можно сказать, ГОСТовская, согласно правилам международным и всем остальным. То есть, нам вот привезли её. Ну, за что мы благодарны. В зале для занятий адаптивным спортом расположен, который в здании стадиона приглашаются люди с ограниченными возможностями всех возрастов. Специалисты этого банка создали сервисы и продукты, чтобы вам было проще и удобнее управлять вашим бюджетом, оплачивать услуги, совместно делать накопления и погашать кредиты. Банк «Восточный» вновь приглашает к сотрудничеству жителей Саянска. Самое приятное в подготовке к отпуску – решить, где его провести. В конце июля осталось выбрать между любимым Байкалом, романтичным Санкт-Петербургом и жарким Таиландом. А финансовый вопрос ей уже помог решить Банк «Восточный». Я оформила рефинансирование в Банке «Восточный», и это позволило сократить платежи по кредиту. И сэкономить достаточно крупную сумму денег. На эти деньги мы с мужем отправляемся в отпуск. Арифметика рефинансирования от Банка «Восточный» предельно проста. Финансовую нагрузку можно снизить, например, за счет уменьшения процентной ставки. Клиенту не только становится проще платить кредит, но при этом он еще и экономит. Например, если клиент ежемесячно платил порядка 17 тысяч рублей, то после обращения в банк платеж уменьшится до 9700 рублей. Экономия составит порядка 90 тысяч рублей в год. Согласитесь, сумма получается существенная. Рефинансировать дорогой кредит и уменьшить ежемесячный платеж можно в любом отделении Банка «Восточный», а сэкономленные деньги можно потратить на свое усмотрение. Это все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok